Вы когда-нибудь видели машину, которая может быстро собирать виноград? Лично мне всегда казалось, что это делают люди вручную. А слышали ли вы о полностью электрическом тракторе? В этом видео я расскажу вам о самой крутой, интересной и современной технике, которая только есть в мире. А в конце видео вы узнаете о самой лучшей модификации для популярного Хаммера. Приятного просмотра! Электрический трактор Джон Дир Меня удивляет то, с какой скоростью нынче двигается прогресс. Всего 5-10 лет назад мы и подумать не могли, что скоро повсюду будут распространены самые разные электрокары, что современные машины будут оснащены автопилотом, который в безопасности доставит вас куда угодно. И ведь правда, весь этот прогресс начался совсем недавно. Совсем недавно я наткнулся на поразительный сельскохозяйственный трактор. И да, как вы могли понять, он полностью электрический. Еще в 2016 году компания Джон Дир представила модель Сезам. Это был трактор, внутри которого расположилось два электромотора, а также большая аккумуляторная батарея. По заявлениям производителя, данная модель могла работать целых 4 часа без подзарядки, а полностью пополнить запас батареи можно было всего за 3 часа. В общем, работать на нем можно было с удобством и комфортом, так как никаких посторонних шумов эта махина не выдавала. Сделали этот трактор на базе уже существующих машин, которые оснащались дизельными двигателями. Например, вместо турбированного мотора инженеры расположили литий-ионные батареи. Так что даже распределение веса у этого трактора осталось на том же месте. Но меня больше всего поражает другой факт. То, что в тракторе расположилось целых два двигателя, и они оба могут работать как на движении, так и на использование подвесного оборудования. Вся машина приводится в движение через специальную фирменную трансмиссию, которая, по сути, аналогична коробкам передач от легковых Volkswagen. Но что и все о первой модели. Совсем недавно компания представила вторую версию знаменитого электротрактора. И он, как оказывается, полностью автономен. Правда, на современные сельскохозяйственные машины эта штуковина не особо похожа, так как в ней даже не предполагается кабина для водителя. Это полноценный робот, который при полностью заряженной батарее может работать целый день. А теперь представьте, какое это счастье для всех фермеров мира. Теперь не нужно самостоятельно под палящим солнцем выкашивать сельхозкультуры. Не нужно искать опытного тракториста, если вы сами не умеете водить. Да и тратить кучу денег на солярку тоже больше не требуется. А самое главное – продукция точно не будет загрязнена тяжелыми металлами от работающего двигателя внутреннего сгорания. В общем, одни плюсы. Мне очень интересно взглянуть на то, как эта машина работает вживую. Снегоуборочная машина Over Ascent TV 1000. А теперь представьте, вы работник крупного завода или аэродрома, который расположился на севере. Климат настолько суровый, что мокрая одежда после стирки через полчаса становится дубовой. За ночь снега может выпасть несколько метров в высоту. А вы местный дворник, которому нужно расчистить огромную взлетно-посадочную полосу перед прилетом важного самолета. Что же вы будете делать? Лично я просил бы руководство приобрести для работы новую, поражающую своей мощностью, снегоуборочную машину Over Ascent TV 1000. Почему именно этот аппарат? Так вы только вслушайтесь. Она может убирать снег толщиной в 2 метра, выбрасывая его на 45 метров от места работы. Мощность моторов, которые работают над уборкой снега, составляет 768 лошадиных сил. Не каждый спорткар смог бы сравниться по мощности с обычным ковшом, а в движение машину приводит дизельный двигатель мощностью 306 лошадиных сил. Но больше всего меня поражает в этом агрегате то, что убирать весь этот снег он может на скорости от 10 до 40 километров в час. А общая производительность – 7500 тонн снега в час. И как вы думаете, нужна ли еще какая-то реклама, учитывая все эти характеристики? Как мне кажется, только сухие цифры уже показывают то, на что способна эта махина. Кстати, одна такая снегоуборочная машина уже работает в Гренландии в очень суровых условиях. Скорее всего, есть и другие места, где трудится подобная спецтехника. Но я не смог отыскать более точной информации. А что-то я отвлекся от рассказа. Так вот, еще одна отличительная особенность снегоуборщика Over Ascent TV 1000 в том, что эта кабина управления находится как бы в воздухе, прямо перед снегоуборочным винтом. Это огромный плюс, так как водитель может четко контролировать то, что находится в снегу. Ведь вы только представьте, 2 метра снега, под которыми может быть скрыто что угодно. В таких условиях можно даже и легковой автомобиль потерять. Да и мне страшно представить, что же будет со снегоуборочными винтами, если они случайно перемелют какую-то машину. Еще один плюс в таком расположении кабины – огромный обзор. Работая в огромном поле, важно видеть ориентиры. И благодаря подобным инженерным ходам делать это проще простого. Трактор для работы с высокими растениями. А вы когда-нибудь видели, как выглядят машины для опрыскивания и сбора урожая высоких растений? Нет? Так вот сейчас я вам покажу и расскажу о подобной сельхозтехнике. Если вы думаете, что весь виноград в мире собирают только вручную, то вы глубоко заблуждаетесь. Ведь уже давно не нужно напрягаться, выходить в поле под палящее солнце, терпеть укусы комаров и других насекомых, и складывать лозы вкуснейшего и сочного винограда в какой-нибудь контейнер. Вместо вас это сможет сделать специальная техника. Но как это возможно? Возразите вы, ведь кусты винограда очень даже высокие. Вы только вдумайтесь, некоторые из них могут вырастать в высоту выше 2 метров. Как обычный трактор может все это собрать? А я вам отвечу, тут потребуется очень необычная техника. Вот, к примеру, специализированный виноградоуборочный комбайн Pellens Optium. И эта махина высотой примерно 3 метра с огромной легкостью собирает любой виноград в свой специализированный контейнер. Машина как будто разделена на две части. С обеих из сторон находятся специальные механические приборы, которые снимают виноград с веток, сортируют его и, уже очистив от остатков веток, складируют в контейнер. Самое удивительное для меня тут то, как выглядит этот трактор, ведь деревья винограда проходят прямо между его колесной базы. То есть отверстие под дерево спереди сквозное. Выглядит очень интересно. Ну ладно, мы уже с вами поняли, как собрать виноград, но 100% есть и другие машины, которые предназначены для обработки высоких сельскохозяйственных культур. И тут вы опять будете правы. Вот, к примеру, трактор от уже известной нам с вами John Deere 4830. И эта машина также поражает своими размерами. Вы только представьте, ее дорожный просвет составляет почти 2 метра. Благодаря этому можно легко опрыскивать тот же виноград, просто проезжая над ним. А ведь делать это нужно постоянно, чтобы растение выросло здоровым и не страдало от паразитов. На тракторе расположился специальный бак, в который заливается раствор для опрыскивания. А прямо на дне машины расположились форсунки пульверизатора. В общем, ни один жук не подступится к вашему драгоценному винограду с такой удивительной машиной. Экскаватор-паук. Кстати, о насекомых. В мире уже давно распространилась особенная спецтехника. И называется она экскаватор-паук. Что это такое? Так это специализированная техника, которая может буквально шагать. Сейчас постарайтесь быть внимательными, так как специально для вас я нашел самую интересную информацию о такой технике. Если обычные экскаваторы работают в карьерах или в черте города, то эта странная машина предназначена немного для других условий. Например, на особых горных рельефах, когда обычному гусеничному или колесному экскаватору будет буквально негде встать. Особенность подобной машины в том, что все ее колеса расположились на отдельных лапах. Каждая такая нога полностью независима от трех других. И благодаря этому можно подстроить технику для работы на любом склоне. К тому же вместо колес можно легко установить специальные грунтозацепы. Они нужны в случае, если грунт, на котором работает экскаватор, очень рыхлый и есть опасность возникновения оползней. Помимо лап с колесами, у паука есть и специальные лапы-аутриггеры. Они позволяют машине забраться в труднодоступное место или, наоборот, выбраться с него. А вот стрела, к которой крепится ковш, особенная. Ведь его можно легко поменять, например, на гидромолот, грифер или любое другое оборудование. Ну а то, как выглядит подобная техника в работе, просто поражает. Кажется, что экскаватор вот-вот упадет с огромной высоты, но это далеко не так. Благодаря своей особенной конструкции он может стоять буквально на четырех столбах. Да и при должной сноровке водитель может легко перемещаться при помощи лишь двух колес. Для экскаваторов-пауков нет особой сложности заехать на пологий склон или спуститься к месту проведения работ. Но больше всего меня поражает то, как подобная техника может самостоятельно подниматься по склону под прямым углом. В общем, это настоящие чудеса инженерии. Ведь помимо особой проходимости, такая техника может легко работать в самых обычных условиях. Да и характеристики грузоподъемности не назовешь какими-то отличающимися. Поднять под 10 тонн груза в своем ковшу для такого экскаватора просто расплюнуть. Автономный робот-транспортер. Помнится, вначале я вам рассказывал о крутом автономном электрическом тракторе, который может самостоятельно обрабатывать поля. Так вот, к нему на помощь пришла еще одна очень интересная машина. И это тоже полностью автономный аппарат. Только теперь он специализируется на транспортировке груза. А называется этот робот «Автоагри». Уникальность этого аппарата заключается в том, что он может с легкостью работать не только в поле, перевозя полезные сельскохозяйственные грузы, но и в городе. Такой робот берет 2 тонны полезной нагрузки, что в целом сравнимо с небольшими грузовиками. Транспортер полностью электрический, так что приводится в движение при помощи электромоторов. На борту также имеется литий-ионная батарея. В общем, самый настоящий автомобиль будущего. У данного робота есть и модификации, одна из которых лично меня поражает сильнее всего. В него смогли уместить дизельный двигатель мощностью 60 лошадиных сил. И его экологический класс находится на самом высоком уровне. Так что не стоит переживать за то, что такой робот будет загрязнять окружающую среду. Дизель будет выполнять роль генератора, благодаря чему транспортер сможет работать в разы дольше без подзарядки. Подобные технологии уже давно есть на рынке легковых автомобилей. И стоит отдать должное, это потрясающая идея. Вот едете вы в огромном поле, перевозите пару тонн пшеницы от одного склада в другой, а у вас батарейка села. Что бы вы делали? А если учесть, что это робот, который сам ничего не сможет решить, провести удлинитель на несколько километров, чтобы зарядить транспортер, не самая лучшая идея. Тут-то и поможет дизельный генератор, который будет встроен внутри. В общем, это еще один пункт безопасности, без которого лично я не рассматривал бы никакой электрокар для покупки. А вообще, мне больше всего нравится в автоагре то, что он буквально полностью автономен. Человеку даже негде сесть, ведь кабина у робота отсутствует. И это просто потрясающая разработка, которая, я очень надеюсь, скоро увидит свет. Ведь это может в разы уменьшить издержки на производство и транспортировку сельскохозяйственных продуктов. А как вы считаете, полностью автономные роботы – это хорошая идея? Хаммер на гусеницах. Раз сегодня я вам рассказываю о самой интересной технике, которая только существует, то пришло время, пожалуй, для одной из самых крутых машин на гусеничном ходу. Ведь это крайне знаменитый и известный Хаммер H2. Вообще, Хаммер – это военная машина. Но в 2002 году их стали выпускать для обычных жителей. Хаммер H2 – это настоящий монстр, ведь его габариты поражают до сих пор. Автомобиль весит почти 4 тонны, а его длина – 5 метров. Ошеломительные цифры. В сердце автомобиля лежит 6-литровый двигатель V8 мощностью около 300 лошадиных сил. Этого было достаточно для неспешного разгона этой махины. Но для быстрой езды он, конечно, не подходил. Вообще, у модели был и рестайлинг, и другие интересные версии. Например, в одно время продавался Хаммер Пикап. Но больше всех тут отличились, как обычно, тюнинг-энтузиасты. Энтузиасты. Меня на самом деле удивила их идея. Вы только представьте. Компания Мэтрекс сделала из популярного внедорожника настоящий гусеничный вездеход. Каждому из колес они прикрепили по одной гусенице. Благодаря чему машина теперь сможет передвигаться даже по самым плохим дорожным условиям. Для чего они это сделали? Конечно же, для рекламы. Ведь подобный экземпляр не пошел в массы, а был изготовлен лишь один раз. И сделали это прямиком к выставке Сема в 2008 году. Стоит отметить, что подобное решение оказалось очень действенным и крутым. На выставке внимание всех зрителей было приковано именно к гусеничному Хаммеру. У всех вставал один вопрос. А как и без того огромная машина будет передвигаться на гусеницах? Как заверял производитель, в этом нет никакой проблемы. Напротив, благодаря такому решению маневренность лишь выросла. И еще один интересный вопрос, который часто звучал из уст посетителей. А зачем ему запасное колесо на задней двери? Ответа на этот вопрос уже не поступило. Но, как мне кажется, это сделано специально, чтобы не портить внешний вид. Вообще, гусеничный Хаммер отлично подошел бы к регионам, где много снега. Например, на севере многие машины не могут справиться с непогодой. И просто буксуют даже на резине, подготовленной к зиме. Модифицированный Хаммер лишен подобных недостатков. Так что смог бы с легкостью работать даже в самых сложных условиях. А как вы думаете, такая машина пользовалась бы популярностью среди обычных жителей? Напишите об этом обязательно в комментариях. Ведь они, правда, очень важны для меня. Сегодня я рассказал вам о самой крутой, технологичной и интересной технике, которая только есть во всем мире. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. И до встречи в следующих видеороликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok